Детская библиотека Дубль 2 Последняя пятилетка стала для нас настоящей эпохой открытий. Ну посудите сами, в мае 2007 года открылось новое, современное здание Центральной детской библиотеки имени Пушкина. Потом мы открыли для себя виртуальную среду и начали ее осваивать, сделав площадкой для библиотечной работы. И наконец, сломав стереотипное мнение о библиотеке Рексарова, как о самых молчаливых и засекреченных, мы стали рассказывать о себе так много, что возможно у некоторых коллег даже возникают вот такие ассоциации. Детская библиотека Ну а если серьезно, то сейчас уже можно сказать, что опыт царовских детских библиотекарей известен и востребован в России. Мы ведем библиотечное обслуживание в двух блоках, адресованных разным группам читателей. Эти виртуальные площадки ежедневно посещают от 400 до 700 пользователей. Некоторые наши идеи так нравятся коллегам, что к их реализации подключается вся страна. В прошлом году мы стали инициаторами и организаторами российского ЛИБМОБа «Как пройти в библиотеку». Члены нашего коллектива являются постоянными авторами российской профессиональной прессы. А с журналом «Библиотечное дело» мы реализуем совместный проект рубрика «Блогерская полянка». За эти пять лет мы подружились с учеными-социологами и специалистами по психологии детского чтения. В 2010 году городская детская библиотека имени Пушкина получила благодарственное письмо от Российского общества социологов. Мы стали издавать книги и довольно успешно. Методический сборник подросток в библиотеке, взрослевый вместе с книгой, разошелся по России тиражом 7,5 тысяч экземпляров. А книга «Живность цвета огня», изданная в сотрудничестве и сотворчестве с саровской писательницей Ириной Егоровой, получила грант «Росатома» и стала дипломантом 4-го международного конкурса детской и юношеской литературы имени Алексея Толстого в номинации «Православная книга». Мы принимаем коллег на своей территории. Кроме того, презентация нашей работы проходила в самых разных городах страны, и число таких точек на карте постоянно растет. В 2012 году почетное предложение выступить в качестве приглашенных специалистов пришло от областных детских библиотек Архангельска и Самары. Новые технологии – это новые возможности. И месяц назад мы впервые опробировали по курсу работы как вебинар. Изначально задуманный как презентация учреждения к 55-летнему юбилею, вебинар получился практически международным. Его участниками стали представители России и Украины. Это более 40 точек подключения и в общей сложности 150 человек участников. Важные достижения этого мероприятия. Во-первых, у нас получилось объединить библиотеки не по горизонтали, а по вертикали. Спикерами вебинара стали сотрудники городской детской библиотеки имени Пушкина города Сарова, а также представители одной федеральной и двух областных детских библиотек страны. А во-вторых, в городе вебинар проходил еще и в реальном формате. Как профессиональный семинар и площадку для повышения квалификации его посетили школьные библиотекари и педагоги. Это лишь несколько фактов из жизни нашей библиотеки за последнюю пятилетку. Оглашите весь список, пожалуйста. Ну, оглашать весь список мы не будем. Лишь добавим несколько событий областного уровня. Без комментариев, как говорится. Субтитры сделал DimaTorzok Роман Бахара-памбро А чеки-то-шейкси фару Роман Бахара-памбро Роман Бахара-памбро Роман Бахара-памбро Субтитры сделал DimaTorzok